Сегодня я буду говорить о своей книге «Жизнь после смерти». Я рассказываю об этом, когда путешествую по миру и посещаю Ашрам. И говорят, что эти концепции совпадают с тем, что написано в их учениях. Я некоторым образом соприкасаюсь с другими религиями, потому что это очень логично и многое объясняю. Для того, чтобы сеанс регрессии прошел успешно, необходимо соблюдать определенные последовательные действия и провести человека через опыт смерти. На многих курсах по гипнозу не рекомендуется этого делать, поскольку считается, что этот опыт может травмировать психику человека. Это не так. Я провела десятки тысяч сеансов. И во время сеансов клиенты видели, как умирали самыми невероятными способами. Если ты знаешь, как правильно вести сеанс, то никому не причинишь вреда. Я это знаю наверняка. Никто не пострадает. В течение 30 лет я постоянно занималась регрессиями в прошлой жизни. Я провела очень много людей через опыт смерти, поскольку очень часто там лежит причина проблем, существующих в этой жизни. Фобии, аллергии. Можно увидеть, как умер человек в прошлой жизни и как его смерть связана с нынешними проблемами. Все это очень важно. Все мои клиенты, которые во время сеансов прошли через опыт смерти, описывали его практически одинаково. Все рассказывали одно и то же. Это не ополосмертный опыт. Они описывают реальную смерть, которой умерли в прошлой жизни. А именно то, что происходит, когда человек умирает и переходит на другую сторону бытия. Околосмертный опыт – это не смерть, поскольку человек возвращается обратно. Я могу очень многое рассказать об этом, но постараюсь придерживаться сути и охватить все ключевые моменты. А затем вы сможете задать ваши вопросы, если что-то будет непонятно. Когда люди получают такой опыт, то больше уже не боятся смерти. Им становится интересно узнать, что происходит там, куда отправляются души. Об этом важно знать. Человек умирает, и первое, что он чувствует – это сильный холод. Буквально через мгновение, он оказывается рядом с кроватью, на которой лежит его мертвое тело. Он смотрит на тело сверху. Все происходит очень быстро. Словно он сидит в одном кресле, а в следующий момент – в другом. Так душа просто выскальзывает. И вот он смотрит на свое тело и говорит, «О, я и не предполагал, что выгляжу так ужасно». И смею вас заверить, что последнее, что он хотел бы сделать, так это вернуться в это тело. Обычно это пораженное болезнью или поврежденное тело, которое вряд ли поправится и будет выглядеть лучше. И ему незачем в него возвращаться. Тем более, что следующая мысль, которая его посещает – «Да я же свободен и могу отправиться, куда захочу. Могу делать все, что захочу». А хочет он отправиться домой. Лишь люди, которые остаются на этой стороне, родные и близкие, скорбят и горюют. Ведь они не хотят терять дорогого им человека. Но действительно ли стоит человеку возвращаться в такое тело, безнадежно больное и изможденное? Лучше позволить ему уйти. Потому что, отказываясь отпустить умирающего человека, мы поступаем эгоистично. Мы будем скучать, поэтому хотим, чтобы человек был с нами. Мы не знаем, как будем жить без него. И это пугает и расстраивает. Чуть позже я расскажу о том, что прежде чем прийти в этот мир, мы заключаем контракты. Этот контракт, кроме всего прочего, содержит информацию о том, как мы покинем этот мир. Все спланировано заранее, еще до того, как мы воплотимся. Человек уходит, когда готов, когда выполнил свой план, завершил свою миссию, сделал все, что должен был сделать. Все это, конечно же, неосознанно, но это часть плана. Итак, те, кто остаются здесь, близкие и друзья, не понимают, что человек готов и хочет уйти. Он стремится вернуться домой, а они должны продолжать жить своими жизнями и реализовывать свой план, выполнять свой контракт. Отправляясь в другой мир, человек никогда не бывает там один. Это самый большой из страхов, которые испытывают люди. Боятся остаться одни, когда покинут этот знакомый им мир. Боятся, что там их ждет неизвестность. Но в действительности мы никогда не бываем одни, ни на этой стороне, ни на другой. Мы даже не догадываемся, что когда рождаемся, то с нами всегда приходит наш ангел-хранитель. Вы можете так его называть. Или наставник. Он приставлен конкретно к вам, чтобы быть с вами на протяжении всей вашей жизни и заботиться о вас. Они готовы вам помогать с великим удовольствием, но не могут вмешиваться без вашей просьбы. Как только вы попросите, они немедленно приступают к делу. Иногда это может быть ушедший родственник, который закреплен за вами в качестве ангела-хранителя. Если ваша жизнь не очень проста, то к вам может быть приставлен не один ангел, а целых четыре. Каждый имеет свою зону ответственности. Когда наступает момент, и ваша жизнь делает крутой вираж, вы резко меняете направление движения, ваши ангелы или наставники меняются местами, приходят более опытные в той сфере жизни, которая требует корректировки. Когда человек умирает и попадает в другой мир, то там его ждут те, кого я называю встречающие. Их миссия состоит в том, чтобы встретить его и проводить туда, где ему следует оказаться. Многим из вас доводилось находиться рядом с умирающим человеком в больнице. Вы могли заметить, что они видят кого-то, недоступного нашему зрению. Как правило, это умершие родственники. Они стоят рядом с кроватью. Это все реально. Конечно же, доктора и медсестры списывают такие видения на побочные действия лекарственных препаратов, недостаток кислорода. Но все это происходит на самом деле. И многие сиделки говорят, что такие случаи вовсе не редкость. Умирающие радуются, когда видят рядом умерших родственников, потому что знают, что они уйдут вместе с ними. Но если нет никого из ушедших близких людей, тогда приходят наставники или ангелы-хранители. За человеком приходят те, кто провожает его на другую сторону, туда, куда ему следует прийти. Каждый раз, когда я читаю лекцию на эту тему, я обращаюсь к аудитории с вопросом. Скажите, кто из вас имел опыт клинической смерти? И всегда есть люди, которые отвечают утвердительно. С человеком, пережившим клиническую смерть, происходит следующее. Душа на какое-то время покидает тело и направляется к свету по длинному тоннелю. Но в какой-то момент появляется кто-то из наставников и спрашивает, «Ты уверен, что хочешь уйти? Ты еще нужен в семье, поэтому можешь повернуть обратно». Тогда человек принимает решение уйти к свету или вернуться в тело. Его никто не принуждает и не отговаривает. Он сам делает свой выбор. И если принято решение остаться и вернуться в тело, то душа не достигает света, так как разворачивается и направляется в обратную сторону. Человек не умирает, если не достигает яркого света, который видит в конце тоннеля. Свет – это мощный источник энергии. Вы можете называть его Богом, если хотите. Поскольку душа соединена с телом серебряной пуповиной, то она может вернуться. Эта пуповина позволяет душе возвращаться в тело после ночных путешествий. Да, это так. Каждую ночь душа покидает тело и отправляется навстречу приключениям. Представьте, как ей было бы скучно сидеть всю ночь возле спящего тела. Поэтому у нее есть возможность путешествовать по другим планетам, измерениям и даже мирам. Конечно, мы об этом не помним, иначе это привело бы нас в замешательство. Поэтому не предполагается, что мы что-то будем вспоминать. Хотя иногда это возможно. Например, когда мы летали во сне и видели очень странные и необычные места. Но пройдя через свет, душа теряет связь с телом, поскольку источник настолько мощный, что отрубает серебряную пуповину. Когда это происходит, душа уже больше не сможет вернуться в тело. Тело умирает. Душа – это искра жизни. Как только эта искра отсоединилась от тела, тело начинает разлагаться. На той стороне человека встречают с огромной любовью. Ада не существует. Я провела десятки тысяч сеансов и могу с уверенностью сказать, что ада нет. Ад – это изобретение церкви, и вы догадываетесь, для чего оно нужно. В Библии об этом ничего не было сказано. Ад изобрели люди. Любящий Бог никогда не создал бы ничего подобного. Нам позволено совершать любые ошибки и возвращаться снова и снова, чтобы их исправить. Там не наказывают за ошибки и не бросают в печь. Это работает иначе. Вам необходимо осознать, что Земля – это школа, где мы получаем знания, учим уроки и сдаем экзамены. Мы можем оставаться на второй год много раз, до тех пор, пока не пройдем все уроки. Но перескочить через класс у нас не получится. Невозможно из детского сада прямиком отправиться в колледж. Мы должны учить уроки, а уроки довольно сложные. Земля – это школа по изучению эмоций и ограничений. Этим вещам не учат на других планетах. Я говорю, что у каждого человека в жизни случаются неприятности и возникают проблемы. Это и есть жизнь. Но какой опыт мы извлекаем из этих неприятных ситуаций? Этот вопрос мы должны задавать тебе каждый раз, когда что-то происходит. Если вы узнали или поняли что-то, то это и была причина, зачем вам был дан тот или иной опыт, та или иная жизненная ситуация или проблема. Если вы убеждены, что не извлекли никакого опыта и ситуации, то вы снова вернетесь и повторите урок сначала. Это будут те же обстоятельства, те же условия. Мы всегда чему-то учимся. Каждое событие – это опыт, который нам необходим, чтобы развиваться и двигаться дальше. Все непросто. Жизнь сложна. Проблема еще и в том, что когда мы возвращаемся, чтобы исправить ошибки, мы не помним, зачем пришли. Когда мы оказываемся на той стороне, то, как я узнала, есть три разных места, куда мы можем отправиться. то место, куда мы попадаем, определяется уровнем вибраций и частотами души. Мы не можем оказаться в другом месте, а лишь на том уровне, на котором вибрирует душа. И по мере того, как человек растет, чем больше уроков он проходит, тем на более высокий уровень он поднимается, на немногу, выше и выше. Совершая одни и те же ошибки, человек запускает колесо кармы и не двигается с места. Он находится на одном и том же уровне, играет в одну и ту же игру, снова и снова. Он не достигает успеха, в его жизни отсутствует прогресс. Три места, которые может отправиться душа, это три уровня. Нижний астрал, средний астрал и верхний астрал. Конечно же, каждый из этих уровней имеет свои подуровни. Сначала я расскажу о нижнем астрале. Здесь, в аудитории, я уверена, нет никого, кто был бы связан с этим уровнем. Там пребывают души, которые, находясь на земле, все время находятся в негативе. Они считают, что наша жизнь на земле это все, что мы имеем. И когда мы умираем, все заканчивается. Все, что они знают, это эта жизнь. Такие люди, как правило, становятся убийцами, наркоманами и алкоголиками. Умерев, такие люди пытаются вернуться в тело, поскольку не осознают факта смерти. Они стараются вернуть себе телесные ощущения через осмос. Встречающие терпеливо ждут, когда душа такого человека поймет, что тело умерло, и эта жизнь закончилась. В какой-то момент человек прекращает попытки вернуться в тело, понимает, что это сделать не получится, и лишь тогда он видит встречающих, которые пришли, чтобы проводить его в нужное место. Их встречают с огромной любовью, потому что знают, что они просто выбрали в жизни не тот путь. Тогда такие души должны посещать школу на другой стороне и проходить там уроки, чтобы, вернувшись на землю, не повторять свои прежние ошибки. И это требует много времени, потому что если они слишком быстро пройдут эти уроки, то еще не будут готовы к новой жизни, так как их предыдущая жизнь была слишком мрачной и неприятной. Это и есть Нижний Астрал. Средний Астрал – это то место, которое церковь называет райом. Все описывают его одинаково. Очень красивое озеро, окружено высокими холмами. Огромные сады пестрят цветами невероятных красок и форм. Прекрасные звуки музыки наполняют воздух. Цвета очень необычны и такие насыщенные, что можно рассмотреть молекулы растений. Если у вас есть своя концепция рая, то это именно то место. Я однажды предположила, что это имитация Земли, но они мне ответили, что Земля – это очень бледная имитация того места. Представьте цветы, которые никогда не умирают, розы, которые всегда свежи и прекрасны. Невероятно красивое место, где можно жить так, как пожелаешь. Но есть одна проблема – надолго там остаться нельзя. Чему можно научиться, если живешь в идеальном мире без забот и хлопот? Очень скоро раздается стук в дверь и приходят наставники со словами «Пришло время оценивать прожитую жизнь и двигаться дальше». И человек отвечает «О чем вы? Мне прекрасно живется. Я счастлив здесь и не хочу никуда уходить». Но идти придется. Они отправляются туда, где заседает наблюдательный совет. Старейшины, наставники, мастера. Они показывают человеку его жизнь вплоть до мельчайших подробностей. Каждый проступок, который он совершил, каждое слово, которым он кого-то ранил. Поверьте мне, это совсем не просто смотреть на свою жизнь с той стороны. Все показано, беспрекрасно. И видит человек все это под иным углом с точки зрения того, с кем взаимодействовал. Проживая свою жизнь здесь, мы совершенно не задумываемся о том, как наши действия отражаются на жизнях других людей. А там можно отчетливо увидеть, как мы порой раним близких людей, причиняем боль, заставляем страдать, сами того не подозревая. Если мы подумаем об этом сейчас, то, возможно, будем добрее друг к другу. Взглянув на свои деяния со стороны, человек принимает решение все исправить. Он говорит, «Я должен заплатить за то, что натворил». Это и есть карма. Тогда он договаривается с другими душами о том, чтобы вернуться и попробовать еще раз. Они заключают контракты. Затем составляется план будущей жизни. Если не получается выполнить контракт, его можно расторгнуть. Вот что происходит на уровне, который я называю средний астрал. Следующий уровень, мой любимый, это верхний астрал. Мне нужны знания. Я все время стремлюсь познать что-то новое. Мое любопытство безграничено. На этом уровне находятся школы. Там есть огромный комплекс храма мудрости. Мои клиенты описывали его одинаково. А если от разных людей поступает одинаковая информация, то это дает мне основания полагать, что эта информация является достоверной. Огромный храм, похожий на те, что строили в Древнем Риме с высокими колоннами. Одно из помещений в храме называется местом исцеления. И мне сказали, что я окажу людям большую услугу, если расскажу об этом месте, потому что не нужно умирать, чтобы туда попасть. Там можно оказаться через медитации или отправиться во снах. Мне показали длинные очереди людей, которые только что умерли и должны пройти через место исцеления в храме, очиститься, прежде чем отправиться туда, где им нужно быть. В разных частях храма находятся его хранители. Они провожают человека в комнату с куполообразным потолком из разноцветных камней. Через них в центр комнаты льется свет. Это очень красиво. Человек стоит в центре комнаты, и этот волшебный свет очищает его от разных негативных энергий, от всего, что причиняло ему боль. Этот свет смывает все плохое, что осталось от прошлой жизни. И как я уже говорила раньше, мы можем попасть в эту комнату исцеления ночью, во сне или через медитацию. Нам просто нужно ее представить. И хранители поймут, что человек жив, потому что увидят его серебряную пуповину. В Храме Мудрости есть еще одна комната. Комната Гобелена. Я рассказывала о ней в своих книгах. Гобелен огромный. Он тянется на километры в высоту и ширину на одной стене. Те, кто описывает Гобелена, говорят, что сцены, изображенные на нем, выглядят реальными. Все как будто оживает. Это ткань, но она словно дышит. Гобелен состоит из бесчисленного количества нитей. Каждый из нас имеет свою нить в этой картине. Это нить жизни. История вашей жизни. Можно увидеть, как все переплетено, как мы взаимодействуем и воздействуем друг на друга, и как мы все связаны друг с другом. Каждый сам по себе. И в то же время мы все одно целое. Тем или иным образом мы влияем на жизнь других людей, а они на нашу. Все взаимосвязано. Они говорят, что мы должны осознать, что все, что мы говорим, все, что делаем, отражается на чужих жизнях. Гобелен жизни содержит очень важную информацию. Взглянув на него, человек понимает, что мы все проходим уроки и получаем опыт, как можем. Поэтому не должно быть места осуждению, презрению или ненависти. Каждый из нас проходит свои уроки, стараясь остановить колесо кармы. Мы все здесь с одной целью. Мы не должны судить людей. Мы все находимся на разных этапах духовного роста, в разных классах школы, под названием «Земля». О важном значении этого гобелена я рассказываю в нескольких моих книгах. На уровне «Верхний астрал» моим любимым местом является библиотека. Именно там я получила много информации для своих книг о разных загадках Земли, об Атлантиде и Атлантех. В библиотеке есть свой хранитель. Он уже меня знает, поэтому, когда я там появляюсь, не сама, конечно, а через своих клиентов, то он спрашивает, «И что же ты хочешь узнать на этот раз?» Я очень люблю там бывать. В библиотеке представлены знания обо всем, что уже случилось, и о том, что когда-то случится, о прошлом и о будущем в нашей концепции времени. Можно зайти в одну из комнат библиотеки и получить информацию о любом событии, в буквальном смысле, оказавшись в нем, как в голограмме. У каждого человека своя концепция рая. Так вот, для меня, рай – это место, где можно учиться. Это школа. Именно на верхнем астрале находится школа. Для каждого уровня вибраций своя школа. Мне стало интересно, зачем мы приходим учиться на Землю, если все знания можно получить в библиотеке. И однажды я спросила их об этом, что они ответили, что это разное качество знаний. Одно дело – прочитать книгу о любви, ненависти, зависти, а другое дело – узнать эти чувства на собственном опыте. Когда читаешь, кажется, что легко с этим справишься, но оказавшись в ситуации взаимодействия с другими людьми, которые также имеют чувства и испытывают разные эмоции, понимаешь, что все не так уж и легко. Читать учебник химии и проводить опыты в лаборатории, в каком случае поймешь и научишься быстрее? Конечно, проводя опыты в лаборатории. Именно поэтому мы возвращаемся на Землю снова и сны. Так мы быстрее учимся. Так сложнее, но гораздо быстрее можно отработать карму. Они говорят, что Земля – это ад, потому что здесь люди причиняют боль друг другу и заставляют страдать других. Там нет никакого строгого судьи, кто сидит на троне и судит или наказывает человека. Людям свойственно винить Бога во всех своих страданиях. Они считают, что это Он их наказывает. Но это не так. Решение вернуться на Землю и отработать карму принимает сам человек. Просмотрев свою прошлую жизнь, человек принимает решение вернуться, составляет план новой жизни и заключает контракты. Наставники, хранители, старейшины, учителя – они лишь дают наставления и рекомендации. Но прежде, чем человек воплотится, ему показывают несколько возможных сценариев новой жизни. Ему предлагают решить, как он хочет прожить жизнь на этот раз, в каком теле – мужском или женском. Хочет ли он быть эскимосом или индейцем? Человек выбирает свой сценарий, тот, который ему кажется наиболее подходящим для отработки кармы. Иногда он берет на себя слишком много, желая остановить колесо кармы как можно быстрее. Наставники не рекомендуют ему этого делать, потому что жизнь в этом случае может оказаться очень тяжелой. Нет надобности все отрабатывать за одну жизнь. Можно сделать столько, сколько сможешь и вернуться столько раз, сколько нужно. Итак, человек принимает решение, выбирает роль, заключает соглашение и приходит со своим собственным планом. Но проблема в том, что эта планета свободной воли и у всех остальных тоже имеются свои планы. И как вы понимаете, они не всегда совпадают с нашими. Происходит столкновение, когда клиенты проходят через опыт смерти во время сеанса. Они с недоумением спрашивают, что случилось, почему все пошло не по плану, я же все рассчитал. Но случилась жизнь, все не может быть идеальным, потому что так мы учимся. Оказавшись на Земле, мы забываем наш план. На той стороне он кажется идеальным, в нем все ясно и понятно. Но стоит нам воплотиться, как мы все забываем начисто, у нас словно повязка на глазах. Они говорят, что в этом смысл, пройти уроки и сдать тест. Для этого мы все забываем, иначе это не был бы тест, если бы мы знали ответы. Первые два года жизни ребенка, душа все еще путешествует туда и обратно, получает последние инструкции и наставления совета. Поэтому маленькие дети так много спят. Так же, как и пожилые люди, они тоже много спят, потому что путешествуют, тоже получают инструкции. Они уже знают, когда уйдут. На эту тему можно говорить много и долго, но мне необходимо оставить время для ваших вопросов. Все, что вас интересует, вы можете прочесть в моей книге «Между смертью и жизнью». Не между жизнью и смертью, как меня иногда пытаются исправить, а между смертью и жизнью. Совершенно новая концепция существования. Книга переведена более чем на 20 языков и продается по всему миру. Прежде чем мы перейдем к вопросам, я бы хотела несколько слов сказать о плане завершения или ухода из жизни. Когда вы пишете ваш план, то в нем указываете, как собираетесь умереть, как покинете свое тело. Никто не умирает до тех пор, пока не будет готов. Это, возможно, звучит жестоко, и это трудно понять, но находясь на той стороне, мы сами решаем, когда уйдем из этой жизни и что станет причиной нашей смерти. Например, кто-то думает так, «Пожалуй, будет интересно, если я погибнул при крушении поезда. Такого я еще не пробовал». Некоторые уходят группами, попадая в авиакатастрофы или во время землетрясения. Ничто не происходит случайно. Все спланировано. Все происходит в нужное время. Когда вы примете тот факт, что все, что происходит с вами, было вами же запланировано, то сможете вернуть себе контроль над своей жизнью. Многим эта идея не нравится, потому что их жизнь – полный хаос. Осознав, что весь этот хаос создаете вы сами, вы сможете с легкостью от него избавиться, ведь вы обладаете силой, чтобы все исправить. Вы обладаете способностью творить и можете создавать все, что пожелаете. Иногда человек, желающий все изменить, может остаться дольше. И у меня были такие клиенты. Но если он решил уйти, то уходит. Сейчас у нас осталось немного времени для ваших вопросов. Я вас слушаю. У меня немного глупый вопрос, но все-таки скажите, пожалуйста, когда душа путешествует и в три часа ночи человеку понадобилось пойти в туалет, что в этот момент происходит? Душа возвращается, поскольку тело посылает сигнал и говорит, «Обрати на меня внимание». Иногда мои клиенты рассказывают, что когда резко просыпаются из-за шума или по другой причине, то несколько мгновений чувствуют себя парализованными, не могут пошевелиться. Это их пугает. Просто связь между телом и душой не установилась полностью. Душа не успела войти в тело. Нужно несколько минут, и все встанет на свои места. Одна женщина рассказала мне, что потратила 7,5 тысяч долларов на изучение своего сна. На самом деле, она просто резко просыпалась. Все очень понятно и просто. И еще один вопрос. Когда человек готов покинуть этот мир, он это знает или чувствует? Есть ли у него какое-то внутреннее понимание того, что время пришло? Да, конечно. Он знает, что пришло время уходить. Следующий вопрос, пожалуйста. Я считаю, что когда человек умирает, то Бог посылает его к близким людям, которым нужна помощь и поддержка, чтобы он их опекал и помогал. Моя сестра умирает от рака, поэтому я не могу представить, что моя мама, которая умерла, играет в вольф на той стороне и хорошо проводит время, посещает разные школы и никак ей не помогает. Откуда вы знаете, что она ей не помогает? Если человеку здесь нужна помощь, то к нему направляют кого-то из умерших родственников. Им предписывают это, и в случае необходимости они будут рядом в одно мгновение, но человек должен прожить свою жизнь сам. Кстати говоря, они знают, что рядом с сестрой есть вы. Мне кажется, особенно тяжело, когда умирает ребенок. Как, возможно, родителям смириться с его потерей? Ко мне приходит много клиентов, которые потеряли своих детей. Они очень страдают. И когда мы входим в контакт с подсознанием, они всегда говорят следующее. Контракт был выполнен в полном объеме. Они выполнили свои обязательства и ушли. Это причиняет нам боли страдания, но они сделали то, что было запланировано. Душа существует вечно. Не бывает души младенца или души ребенка. Душа, прежде чем воплотиться, принимает решение прожить несколько лет, например, для того, чтобы его мать или другие родственники получили нужный опыт. Одна моя клиентка потеряла сестру и очень даревала. На сеансе она отправилась не в прошлую жизнь, а на другую сторону. Там она увидела свою сестру, идущую к ней по прекрасному саду. И когда сестра к ней подошла, то женщина спросила, «Что случилось? Мы думали, что ты идешь на поправку». Сестра ответила, «Мое время пришло. Я сделала все, что было задумано. Отпусти меня. Неужели ты не видишь, как здесь прекрасно?» Посмотрите на это под другим углом. Эта точка зрения отличается от общепринятой. Нас учили другому. Важно помнить, что у каждого свой план. Ваше участие в этом плане проявляется в том, как вы реагируете, какое влияние это оказывает на вас, получили ли вы опыт, прошли урок. Скажите, человек приходит в эту жизнь в теле с физическими элементальными недугами. Значит ли это, что за одну жизнь он продвинется далеко вперед по лестнице развития? Да, это так. На той стороне очередь за телами с физическими ограничениями гораздо длиннее, чем за здоровыми. И вы знаете почему. Находясь в таком теле, человек сможет отработать за одну жизнь большую часть кармы. Для отработки, которая в здоровом теле, ему понадобится 10 жизней. Они проходят больше уроков сами и учат тех людей, которые заботятся о них. Именно поэтому за больными телами очередь длиннее. Они учатся сами и учат других. Когда я вижу ребенка с физическим недугом или человека в инвалидном кресле, я думаю, ты выбрал нелегкую жизнь, не так ли? Есть много случаев, когда люди, пережившие клиническую смерть, описывают этот опыт как негативный. Что вы думаете по этому поводу? У меня не было ни одного клиента, кто описал бы этот опыт как негативный. Что касается вашего вопроса, то эти люди просто ожидали, что будет так вследствие промывки мозгов в церкови. Человеку все время твердят, что он недостойно живет, что он отправится в ад и тому подобное. Поэтому во время клинической смерти они отправляются туда, куда предполагают. но это нереальное место. Человек видит то, что ожидает увидеть. Моя дочь работала в интенсивной терапии и рассказала о том, что самое сложное для нее было видеть, как люди умирают, в страхе отправиться в ад, потому что считают, что недостойны другого. Почему люди должны умирать в страхе, лишь потому, что церковь говорит, что так будет? Я бы хотела рассказать реальную историю, которая произошла с моей подругой Келси. Она была вынуждена ухаживать за своей матерью, которая медленно умирала. Это длилось около 10 лет. В какой-то момент дочь уже не могла отойти от нее, даже на час. И однажды ночью женщина перестала дышать. Ее сердце остановилось, и она умерла. Моя подруга медсестра, поэтому она это знала наверняка. Келси встала на колени и начала молиться. Затем она накрыла лицо матери простыней, как вдруг та снова начала дышать, и после этого прожила еще год. Все дело в том, что мать моей подруги очень переживала за дочь и не хотела оставлять ее одну в съемном доме и без средств к существованию. И за тот год, который мать подруги прожила, Келси смогла купить новый дом, раздать долги и решить свои проблемы. И когда это все случилось, то женщина умерла в тот же самый день, что ее муж 15 лет назад. В этом случае можно однозначно сказать, что это была отработка кармы. Ваша подруга заботилась о больной матери 10 лет, потому что задолжала ей что-то в прошлой жизни. Как только карма была отработана, женщина ушла. Контракт был выполнен.